Всем привет, дорогие любимые, самые лучшие мои подписчики и гости канала! Добро пожаловать на канал Ольга с Киммукбанг! Мохнатый артист вас тоже приветствует! А кушаем мы с вами сегодня корейский салат, называется он муки-ча. Смотрите, как он выглядит шикарно. Вот так он выглядит шикарно. Вот, также у нас сегодня на ужин всеми любимая в нашей семье картошечка с морковкой и яйцом. Наши, мои, прям все домочадцы обожают это блюдо. Вот, ну и кушаю я все с рисом. Ну что ж, давайте пробовать. Так, кстати, запиваю все черным чаем. Так, ну давайте пробовать. Очень похож салат на морковку. По заправке, да, похож? Но по вкусу отличается. Для любителей речки вот такой шикарный прям салат-находка. Однозначно рекомендую. Он в меру кислый. Очень ярко чувствуется вкус резьки. Очень вкусный салат. Картошечку мы тоже такую очень любим, знаете? когда не знаешь, что готовить, уже все поднадоело. Мы иногда готовим такую картошечку для разнообразия. очень вкусный салат. А поговорить я с вами сегодня хотела на довольно грустную тему. Ну, слава богу, что все позади. Как мы в далеком 2013 году чуть не потеряли Мишутку. Друзья. Алексей плакал. Короче. Мы отметим годик Мишуткин. Кстати, про годик тоже надо будет записать себе в блокнот. Тема будет у нас отдельная. на мокбанге. Как мы праздновали годик детям. Отпраздновали Мишутки годик. И буквально на следующий день улетели в Турцию отдыхать. Вот. Скажу вам честно. В 2013 году я первый раз в жизни увидела море. Настоящее море. Когда мы жили в Ташкенте, мы, безусловно, ездили там на Червакское водохранилище, да, на Ташморе. но это все не то. А вот настоящее море с соленой водой первый раз в жизни я увидела в 2013 году. Галина мне скажет, что надо в свою тарелку накладывать, а не кушать с общей, да? положу. Положу. Так вот. Значит, мы поехали в Турцию. Долгожданный. Первый раз в жизни. Отпуск. Так, с Алексеем первый раз вообще этот отпуск у нас, потому что в 2011 году мы с ним поженились, скажем так, да? Вернее, в марте 2011 года мы стали совместно проживать, а в ноябре 2011 года мы расписались. Вот. И с 2011 года получается первый наш отпуск был совместный именно на море в 2013 году. Потому что, когда мы только-только начали с ним вместе жить, наш отпуск был полностью потрачен на то, что мы делали ремонт в квартире. Не в этой, а в первой нашей квартире. Вот. Потом я была в декрете, а Алексей в отпуске... Что мы делали-то? Я уже не помню. В общем, ребенок был маленький, совсем грудничком. В 2012 году мы тоже никуда не ездили. Ну, а в 2013 году, когда Мишутке исполнился годик, мы решили поехать отдыхать. в Турцию. Все было очень хорошо. Все счастливы. Дети счастливы. Естественно, семилетний там, скольки, семь с половиной лет Олегу было. Он тоже первый раз в жизни увидел море. Мишутка еще маленький совсем. Он тоже первый раз увидел море. В общем, Мишутку кормила немножко грудью, немножко смесью, и взяла с собой огромное количество всяких баночек. пюрешек, мясных детских баночек. Вот. И молочку мы взяли согласно сроку годности. То есть там буквально на несколько дней нам не хватило молочки, но она нам и не понадобилась в конце отпуска. Молочку перевозили в сумке-холодильнике, в рюкзаке-холодильнике. В общем, все было классно. Мы каждый день ходили на море. Я и плавать тогда не умела. Сейчас я как рыба в воде, как русалка. А в 2013 году я и плавать не умела. Мы купили такие, знаете, оранжевые жилеты на взрослых. На меня, вернее. Алексею не нужен был, потому что Алексей хорошо плавает. На меня купили оранжевый жилет для взрослых. А Олегу, поскольку он у нас был очень-очень полный, это сейчас он вот худее велосипеда, вот такой, да, а раньше он был очень толстенький, прям вообще вот-вот лопнет. Вот. И на него, как на ребенка, мы не могли надувной жилет, обычный вот этот вот интекс, который делают, да, жилетку для плавания, мы не могли найти ему. Все были ему малы. Естественно, ребенок тоже не умеет плавать, ему тоже нужна была жилетка, и мы купили ему тоже жилетку, которую для взрослых мы подбирали, только маленького размера. В общем, одевали эти жилетки, купались в море, у Мишутки был круг, у Мишутки была лодка такая надувная маленькая для малышей совсем. Он боялся воды в море, потому что она с волнами же. А в бассейне купался с удовольствием. А мы как? Мы с утра на завтрак ходили, потом шли на море, потом шли на обед, потом Мишутка у нас спал, а вечером, ну, как, после обеда, после дневного сна Мишуткиного, мы шли в бассейн. В бассейне Мишутка купался с большим удовольствием, потому что вода спокойная, не волнуется, не пугает его. Вот. И мы довольно много времени проводили в бассейне. Иногда даже на шезлонге полотенце, пеленку, постелем, и на шезлонге у нас ребенок спал у бассейна, а мы взрослые купались. Вот. И в один ужасный день мы отдыхали там две недели, 14 дней. Ну, примерно день, наверное, на девятый, десятый, вот буквально чуть-чуть оставалось до конца нашего отпуска. Мишутке стало плохо. Ночью это началось. Он раз вырвал, два вырвал. К столу будет сказано, у него открылась очень сильная рвота. Я не знаю, что делать. из лекарств я не помню, что у меня было с собой. Регидрона, по-моему, даже не было. Я понимала, что мне надо регидроном отпаивать ребенка. Или был регидрон? Был, наверное, да. Я ему развела регидрон, стала поить, а ни черта не помогает. Две чайные ложечки через каждые 10 минут дробно дам ему, так он мне через 15 минут целых пол-литра обратно выдает. Я утрирую большими порциями обратно выдает. то есть я его поить не успевала. Я его пою чайными ложечками, он мне обратно выдает по несколько сотен миллилитров. Блин, что делать? Еле-еле дождалась утра, позвонила педиатру своему, московскому. Говорю, вот так и так. А что она мне говорит? Срочно вызывай скорую. Тамошние врачи знают, что делать в таких ситуациях. Они уже не раз с такими случаями сталкивались. Срочно, пока вот прям совсем-совсем обезвоживание не наступило, вызывай скорую. я короче вызываю скорую. Ну как скорую вызываю? Побежала на ресепшн, мне помогли вызвать скорую, приехала скорая, доктор померил температуру, посмотрел ребенка и сказал срочно госпитализировать. Короче, нас забрали с Мишуткой. Алексей с Олегом остались дома в отеле. Нас прям включив мигалки везли как сумасшедший этот водитель ехал, сломя голову. Ребенок еще в дороге в машине там им еще выдал несколько сотен миллилитров. Приезжаем мы в больницу ребенок уже у него настолько упадок сил, знаете, уже совсем обезвоженный, голову не держит, лежит у меня вот на руках, да, сам голову не держит, ручки, ножки все такие в расслабленном состоянии, висят, короче, он уже все, никакой. Друзья, вы себе не представляете на тот момент просто вот врагу не пожелаешь такого пережить, ты сидишь ждешь, когда тебя доктор примет наконец, кучу бумажек еще параллельно заполняешь, с коляской нам туда разрешили приехать, вот, ребенок в коляске никакой лежит, я документы все эти заполняю, в общем, потом мы ждали, когда нас доктор примет, и нас приняли, нас приняли, а эта клиника, я так поняла, частная, по страховой все оформили, значит, и в этой клинике была девочка русская, как же ее звали, не помню, из Иваново, Елена, что ли, из Иваново, вот, она работала там переводчиком, и, в общем, то, что доктор говорит по-турецки, она мне переводит, у ребенка очень сильное обезвоживание, надо срочно, говорит, его ложить, ну, госпитализировать в больницу, то есть, домой уже нас не отпускают, вот, и капельницу делать, я говорю, ну, конечно, давайте, надо, так надо, вот, привезли, значит, привели нас в палату, палата очень шикарная, с телевизором, отдельная кровать, диван, раскладывающийся для человека, который сопровождает ребенка для матери или отца, вот, потом очень навороченная современная кровать для ребенка непосредственно, для больного, со всякими кнопочками, с вызовом медсестры и так далее, и тому подобное, вот, телевизор, санузел, душ, туалет, все это в комнате, ну, то есть, как номер в отеле, только больница, вот, значит, нас положили, ребенку капельницу, пролежали мы там несколько дней, ребенка еще не собирались выписывать, но нам уже надо было лететь домой. Я это все доктору объяснила, в общем, ребенка лечили в круглосуточном режиме практически, ему капали капельницу, кушать ничего нельзя было, питали его капельницей, он даже, насколько эмоциональный у нас Мишутка с самого рождения, он даже плакать не мог нормально, то есть, турчанка ему в вену попасть не может, а он плачет, то есть, вообще непередаваемо, друзья, насколько он горластый всегда был, насколько он, когда мы приехали в Москву, мы продолжили лечиться, в Москве на шоссе энтузиастов где-то в инфекционке лежали, друзья, вот в Москве нас, знаете, почему выписали, потому что он орал, я не знаю, сколько этажей слышали нашего ребенка, как он орал, попробуй, доктор придет в белом халате, он уже орет, да с такой силой орет, не доктор, а там медсестра приходит, капельницу поставить или еще что-нибудь, что с самого другого конца коридора, с самого конца бежит, значит, доктор и спрашивает, что случилось, что такое, а ничего, мы такие вот эмоциональные, вот, и он так орал, что доктор сказала, вы знаете, Ольга, я уже не переживаю за ваше состояние по вот болезни вашей, сколько я переживаю за ваше эмоциональное состояние ребенка, поэтому давайте я вас, вот вас выпишу и дам рекомендации, что делать дальше самостоятельно дома, я говорю, да, давайте, то есть нас из московской клиники выписали, не потому что мы выздоровели, а потому что ребенок орал, я не знаю, на всю больницу, вот, а в Турции, когда он лежал, у него не было сил даже плакать, понимаете, хотя турчанки хуже ставили капельницу ребенку, чем в России, они прям тыкали ему в разные стороны, тыкали, найти не могли эту вену, блин, ребенок толком плакать даже не мог, вот, это было ужасно, друзья, девочки, если там будущие мамы или девочки уже у которых имеются дети, ни в коем случае, не купайте детей в бассейне в Турции, да вообще где бы то ни было, в общем, вот сейчас Мишутке полных семь лет, ему до сих пор нельзя купаться в бассейне и заходить в бассейн дальше, чем по колено, он, конечно, уже оборзел, ни черта не слушается, и все равно купается в бассейне, вот, но официально ему нельзя заходить глубже, чем по колено, чтобы, не дай бог, в носоглотку не попала вода из бассейна, в итоге нам надо было лететь, улетать домой рано утром, поздно вечером нас из больницы на такси, вернее, не на такси, а это, наверное, больничная тамошняя машина, ну, местная, вот, служебная, на этой машине нас привезли в отель, привезли в отель, ребенок весь перекачанный, у него вот, если нормальное лицо вот было такое, например, да, ну, там, я не знаю, у ребенка какое-то, то лицо, щеки стали, я не знаю, раз, раза в четыре, наверное, больше, руки, вот прям, не вру, круглые, вот такие, пальцы не сгибались, пальцы прям такие, как бочонки, то есть его перекачали этим, как называются, капельницей, вот, когда папа его увидел, Алексей, на ресепшене, он нас встретил, он плакал, это ужас, никому такого не пожелаешь, никому, никогда, девчонки, берегите, что я вам хочу сказать, я вам потом расскажу, чем история кончилась, мы же не выздоровели, уезжая из Турции, мы когда приехали, приехали, нас с Мишуткой не через трап мы выходили, а по какой-то служебной лестнице, первыми нас по этой служебной лестнице вместе с доктором проводили в медпункт, то есть мы с ним не проходили никаких пограничников, пока мы сидели, значит, в медпункте, пограничница, девушка сама пришла к нам, чтобы поставить мне в паспорте печать, я не помню, у Мишутки тоже свой паспорт был, и Мишутки тоже, поставить в паспорте печать, нам сразу сказали, мы предлагаем вам госпитализацию, я отказалась, поскольку турецкий доктор выписал курс лечения, там еще вот мы примерно неделю должны были уже лечиться дома, я говорю, нам турецкий доктор выписал лечение, ребенку вроде как лучше, уже рвоты давно нет, смесь потихоньку я ему стала давать, поэтому, можно, говорю, мы поедем домой, в случае чего, мы же всегда можем вызвать скорую и госпитализироваться, меня попросили написать расписку, и мы уехали домой, в следующем видео расскажу вам, чем дело кончилось, в конечном итоге, эпопея эта длилась у нас до 2013 летом мы съездили вот так отдохнуть, история у нас длилась до мая 2014 года, ну что ж, друзья, пока я с вами общалась, я уже наелась, буду заканчивать видео, если видео понравилось, ставьте, пожалуйста, пальчики вверх, подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик, чтобы вам сообщали о моих новых видео, пишите комментарии, мне очень приятно с вами общаться, огромное всем спасибо за лайки, за комментарии, за пожелания, всех очень сильно ценю, люблю и уважаю, а также всем спасибо за просмотр, всем пока-пока, приходите еще, увидимся завтра.